В Омске хорошая команда, и сегодня они играли очень хорошо. В начале у нас немножко повезло, но забросили шайбы, и не было так много шансов забить сегодня. Оба команды играли хорошо в защите. В конце мы получили два очка, и тренер гордится командой. Спасибо, я поздравляю соперника с двумя очками. Спасибо за эти слова, потому что это уже слышим 12-й матч, что мы играем здорово. Сегодня нас убили меньшинство, я думаю, поэтому в концовке уже не было столько сил этим игрокам, которые играли это меньшинство, чтобы мы забили. Но я благодарю ребятам, что встали на ноги. После первого периода во втором мы практически соперника не пустили. У нас было 15 моментов, у соперника только один. Но нам там шайба не влетит, она стоит на линии, идет около штанг, нам там не влетит. И в первом вы видели, с каждого броска соперник практически забил. Но я рад, что ребята старались целых 60 минут, что бились, что видно, что команда стремилась, что у команды есть характер. Поэтому я очень рад, я хочу ребятам сказать спасибо большое. Спасибо. Пан Милош, Дмитрий Раскутов, Первый городской телеканал. Вас не удивились сегодня некоторые судейские решения? Я не говорю, что плохо или хорошо судили, нет, а просто не удивило. Я не могу к этому просто ничего рассказывать. Дайте мне 30 тысяч, что я вам скажу. Следующий вопрос. Владимир Казань. Милош, Молодвик так активно на буллете смотрит? Почему? И в воротах, и в билях? Нет, я видел его на тренировке, как он ловит буллеты. И хотел попробовать, если он стоит. Он очень здорово стоит там, но... Моя ошибка была, что я давно это сказал. Это была моя ошибка, я ему не мог это сказать, что если что-то будет, так я его поменяю. И так Казаков забил практически в каждом результате. Шайбу там забил в каждом. Но мы отдали задачу другую при буллете. Не думайте о свете, просто бросайте. Вратар стоит на линии, пускай бросайте в ворота. Опять что-то ели далеко. Но если не забьем буллит, так не можем думать о победе. А вот сегодня Ткачев забил в Канаде красивый гол. Не смотрели суперсерию? У меня хоккей так. Спасибо, следующий вопрос. Милош, нашли Нуриславова совершенно не очень понятной лиги канадской. Как вы за ним следили вообще? Каким образом команда оказалась? Я за ним не следил. Он просто приезжал, чтобы хотел попробовать. Мы на него смотрели. Я уже с ним работал практически в Атланте. Я знаю, кто он такой. Но у нас нет выбора другого. Он совсем дешевле игрок. Поэтому мы не можем играть только на молодые игроки. Если нам травмируется из этих шести защитников кто-то, мы будем играть с молодыми. Постраховались чуть-чуть. Давайте ему, они улетают. Почему так сильно радовались победе? Я не помню, чтобы Лев так сильно радовался. Почему мы так счастливы за победу? Почему? Почему мы так счастливы за победу? В том числе и вы. Вроде не всегда. Это всегда трудно победить. Это был тяжелый гей. Я думаю, что не было много пыли. И, конечно, тренер рады. Тренеры рады и результаты. Милаш, оцените игру Новичков, Полищука и Нурисламова. Как они сегодня себя показали? Они много не играли. Да, первый гол идет на их сторону. Поэтому там потеряли совсем. Но не могу оценить. Просто там во втором практически не били. В третьем тоже уже не били. Это команда сильнее, чем Нижний Новгород? И вообще, с какими игроками он лучше работает? С европейцами или русскими? Это команда сильнее, чем Торпедо? Да, сильнее. Да, сильнее. И как это будет, чтобы тренировать европейских игр или русских игр? Нет, это не разница. У меня есть хорошая команда в Торпедо. У меня есть хорошая команда сейчас. 안돼, нет разница. И не важно, если работа с чехами, , фенейцами, или русских игроками, или русских игроками. Это уже так. Разница большой нет. Хорошая команда была в Торпедо. Хорошая команда тут. И междунациональностями тоже как-будто разницы нет. Спасибо. Всем спасибо! Следующая игра. Я не знаю, как контакт! Субтитры создавал DimaTorzok